У них есть идеи. Свои предпринимательские проекты вновь представляют школьники городского округа. Ранее состоялись школьный этап конкурса и заочный тур муниципального. Из порядка 40 проектов были отобраны 18. Их школьники из 9 образовательных учреждений округа представили в корпусе лицея номер 7 на улице Шмидта. У наших детей есть идеи для развития своего бизнеса и поддержания российского бизнеса. Развитие школьного образования не стоит на месте. И, соответственно, разные направления, в том числе и развитие предпринимательской деятельности, оно тоже развивается. В нашем учреждении есть предпринимательские классы. Мы проводим очень широко наш внутренний конкурс предпринимательских проектов. Всегда очень интересно смотреть на ребят, смотреть их идеи. Очередность выступления определили на жеребьевке. Право выступить первой перед профессиональным жюри выпала ученица школы номер 12 имени Чкалова Олеси Шучковой. Она представила проект по созданию биржи. Эта биржа будет создана для фрилансеров, которые хотят попробовать свои силы в создании корпоративного дизайна. Очень сложно специалистам найти исполнителей в этой сфере, достойных исполнителей, сделать это быстро. А спрос на корпоративный дизайн повышается с каждым годом в России. Работы конкурсантов оценивали представители комитета по образованию, Щелковской торгово-промышленной палаты, союза промышленников и предпринимателей, Щелковского колледжа. Школьники получили возможность не только рассказать о своих бизнес-идеях, но и получить советы от профессионалов, которые позволят в дальнейшем доработать проекты. У каждого земельного участка есть категория, которая соответствует, ты правильно говоришь, какую деятельность на него можно вести и проводить. Дальше идет такой показатель, вид разрешенного использования в соответствии с классификатором, утвержденный Московской областью. Какой вид деятельности ты можешь вести на этом земельном участке. Победители определили в нескольких номинациях. Лучшими проектами в сфере организации питания стали Пончикова и Дмитрия Прудникова из школы номер 12, а также автоматизация выращивания микрозелени для школьной столовой Андрея Недошивина из школы номер 26. Лучшим социальным проектом был признан автоматизированный робот для борьбы с борщевиком Сосновского, учеников школы номер 24 имени Красовского. Победители представят округ на областном конкурсе. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.